Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. И 2 октября 2019 года, то есть прямо сегодня, на момент съемки этого видео, стартовала очередная лотерея грин-карт. Поэтому в этом видео я вам расскажу все про вообще, что такое грин-карта, как участвовать в лотерее, вообще что за лотерея, по какому принципу там идет выбор победителей, что нужно сделать, чтобы там поучаствовать, какие требования, а также какие шансы, статистика и как не попасться мошенникам. Поэтому подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, если вдруг вы первый раз на канале и вообще не знаете, что такое грин-карта, давайте я вкратце объясню вообще. В общем, правительство США с 1994 года каждый год проводит абсолютно бесплатный розыгрыш грин-карт. Каждый год они разыгрывают 50 тысяч грин-карт, а в этом году они разыграют 55 тысяч грин-карт абсолютно случайно среди всех, кто будет участвовать в лотерее. Но, наверное, для многих этого недостаточно, потому что вдруг вы не знаете, что такое грин-карта. Объясняю. Грин-карта в переводе это зеленая карта и официальное ее название это карточка постоянного жителя США. То есть это документ, который позволяет вам жить и работать на территории Америки абсолютно легально. И это самый важный документ для абсолютно любого иммигранта в Америку. Путь иммиграции в США всегда начинается с грин-карты. Вы не можете стать гражданином США и получить американский паспорт, если вы от 3 до 5 лет не прожили в Америке с грин-картой. Поэтому жизнь нового иммигранта нельзя назвать полноценной, если у вас нет грин-карты. Только когда у вас есть грин-карта, вы можете выйти на эту улицу, почувствовать на себе вот эти лучи свободы, почувствовать запах Америки, денег и, наверное, немного запах бомжей. Но не без этого. В общем, если вы хотите переехать жить в США, то без грин-карты это сделать невозможно. Тем или иным способом вам придется делать себе грин-карту. Либо если вы суперквалифицированные специалисты, вас пригласит на работу какая-то крупная компания. Либо если вы женитесь или выйдете замуж за гражданина Америки. Либо если у вас здесь есть ближайшие родственники, либо родители, либо дети, которые вас сюда пригласят, и тогда вы тоже получите ее. Либо вас могут преследовать на родине, и вы из-за этого подадитесь на политическое убежище, например. И тогда тоже получите грин-карту. В общем, абсолютно все способы иммиграции, они идут через грин-карту. Поэтому лотерея это отличный шанс абсолютно случайным образом. Буквально сидя дома на диване, ничего не делая, стать победителем и выиграть эту грин-карту просто так. Как же выиграть в эту саму лотерею? Есть сайт, вот этот вот, один-единственный. Только через него можно официально участвовать в этой лотерее. Все эти годы, по сути, все 25 лет, что существует грин-карта, правила особо не менялись. Но в этом году произошло очень серьезное изменение. Теперь, чтобы участвовать, вам необходим действующий заграничный паспорт. Или его аналог. Я знаю, что в каких-то странах нет внутренних паспортов, а паспорта, они только вот для выезда за рубеж. В общем, говоря заграничный паспорт, я имею в виду документ, который вам нужен, чтобы выехать из страны. Нужен, чтобы он действовал, потому что теперь для участия нужно вводить его номер. Если вы введете какой-то другой номер или укажете, что у вас его нет, то вы, скорее всего, будете дисквалифицированы. Потому что исключение делается только по нескольким причинам. Во-первых, только для тех, кто, как ни странно, живет в стране с коммунистическим режимом. И для тех, у кого есть официальная бумага разрешения от Госдепартамента США о том, что вам не нужен паспорт. И он, как правило, дается на том основании, что вы там не можете вообще никак получить паспорт. Поэтому, если вы просто сидите, не хотите тратить деньги на госпошлины, чтобы сделать паспорт, то, извините, это не причина для того, чтобы его не вводить. Поэтому, если вы будете участвовать без действующего загранпаспорта, то ваша анкета будет дисквалифицирована, и вы не будете участвовать в итоговом розыгрыше. Кто же может участвовать в лотерее Гринкарта? На самом деле, основных требований, помимо действующего загранпаспорта, только два. Первое – это быть рожденным в стране, которая допущена к участию в лотерее. Да-да, вы не ослышались, участие в лотерее Гринкарты идет не от страны проживания или страны гражданства, а от страны рождения. Поэтому очень распространенная ситуация среди всех, кто родился именно на территории стран бывшего Советского Союза, что, например, вы родились там, допустим, в Тбилиси, а живете сейчас в России, и вы гражданин России, вот вы будете участвовать от Грузии. Тут уж ничего не поделаешь. Но с какой-то стороны, в некоторых случаях, это даже хорошо, я об этом расскажу чуть позже, когда мы будем говорить о статистиках и шансах выигрыша. В общем, вы можете не переживать, потому что все страны бывшего Советского Союза, СНГ, Россия, там, в общем, все эти страны, они допущены к участию в лотерее в этом году, поэтому вы все можете спокойно участвовать. Потому что не допускают только страны типа Китая, Мексики, Великобритании, иными словами, те страны, из которых за последние три года эмигрировало более 50 тысяч человек. Потому что сама суть лотереи, она все-таки не просто так называется Diversity Visa Lottery, то есть это виза разнообразия, потому что она направлена на то, чтобы разнообразить вот этот эмиграционный состав в Америке. Поэтому они блокируют те страны, из которых очень много эмигрантов приезжает, и дают возможность странам, откуда не так много эмигрантов, получать вот таким образом визы. Собственно, вот это и есть основная цель лотереи. Второй важнейший критерий, это то, что у вас должно быть либо полное среднее образование, это просто аналог, например, школы, или там может быть колледж, в общем, какой-то аналог среднего образования. Или у вас должно быть два опыта работы, либо два года, получается, тренинга для этого работы. То есть вы должны выполнять какую-то работу, для которой требовалось не менее двух лет обучения. Примерно такой вот там критерий. Поэтому если вы еще учитесь в школе, и там вам есть 18 лет, но у вас еще на сегодняшний день нету диплома о полном среднем образовании, то вы, к сожалению, участвовать не можете. Также другое немаловажное требование – это фотографии. Фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев, то есть она должна быть новая. Нельзя использовать прошлогодние, из-за этого вы можете быть дисквалифицированы. Она должна быть сделана по определенным правилам, не должно быть никаких головных уборов, только если это вам не позволяет сделать ваша религия. Не должно быть никаких очков, наушников, ничего, что закрывает как-то ваше лицо. Она должна быть 600 на 600 пикселей, либо 5 на 5 сантиметров. Самый простой способ сделать фотографию – это просто сходить в любое фотоателье, где делают фотографии на документы, и попросить сделать фото на визу США. Они всегда делают по правилам. Мы очень много с этим работаем, и никаких проблем никогда с этим не было. Поэтому, если вы, конечно, вообще не хотите заморачиваться и отдавать деньги, то можете это сделать и самостоятельно. В интернете полно инструкций. Если вы женаты или замужем, то, поздравляем, вы можете в два раза повысить свои шансы на выигрыш. Потому что, когда вы заполняете анкету, там обязательно надо указывать супругу или супруга. И, соответственно, когда ваша супруга заполняет заявку, то она указывает там вас. И, соответственно, ваши шансы увеличиваются. Потому что, если вдруг выиграете вы, то и супруга, и дети до 21 года, то они тоже получат возможность получить грин-карту. И то же самое работает и в обратную сторону. Если выиграет она, то вы тоже получите грин-карту. Сразу предвосхищаю вопрос, что если вот у меня есть девушка, и мы вместе участвуем, можем ли мы друг другу указать? Нет. Если вы просто встречаетесь, то вы не можете указать друг друга. Однако, если ваши отношения реальные, и кто-то из вас выигрывает, то вы спокойно можете расписаться. И просто на интервью, потом, когда вас будут интервьюировать в посольстве, вам надо будет доказать, что у вас эти отношения реальные. И вы не просто так, как бы, заключили брак для того, чтобы оба уехать, а на самом деле у вас нет никаких отношений. Кому же надо участвовать в лотерее? Я очень рекомендую участвовать только тем, кто реально хочет переехать в Америку. Чтобы вы понимали, это не просто прикол, потому что вы не можете выиграть и потом сказать, ой, знаете, я подумаю и потом решу, ехать мне или нет. Нет. Америка не дает таких шансов и не дает таких возможностей. Если вы выигрываете, то вы должны пройти через там медобследование, сборы, перевод, кучу документов. Медобследование, кстати, платное. Вы должны будете заплатить консульские сборы, которые составляют более 300 долларов на человека. Пройти успешно интервью, и в течение нескольких месяцев вы обязаны уехать в Америку. Если вы этого не делаете, то плакала ваша грин-карта, все отменяется, и вы не можете ни выигрыш никому передать, вообще ничего. То есть это очень серьезный шаг. И 10 раз подумайте, прежде чем решать, будете вы участвовать или все-таки нет. Потому что если вы настроены несерьезно, то знайте, что участвуя, не имея в голове намерения уезжать в Америку, вы отнимаете шанс у тех, кто реально хочет переехать, и у кого реально есть жизненная необходимость поехать жить в Америку. Поэтому 10 раз подумайте. Я рекомендую участвовать только тем, кто реально настроен в случае выигрыша поехать жить в Америку. Я понимаю, что решение это очень серьезное, но я не хочу ничего приукрашать, потому что переезд это очень серьезный шаг, и миграция это очень серьезный. Вообще, ну это непростой шаг и очень непросто здесь будет. То есть вы точно столкнетесь с большим количеством сложностей. Если вы думаете, что правительство США в случае выигрыша будет вам оплачивать перелеты в Америку, искать вам работу, искать вам жилье, забудьте, вы ошиблись с страной. Америка ничего этого делать не будет, потому что вы будете отвечать только сами за себя. И не надейтесь, что США будут вам чем-то в этом помогать просто из-за того, что вы выиграли грин-карту. Все придется делать самому. Итак, но каким же образом все-таки выбираются победители, и какие у нас есть шансы выиграть в эту лотерею? Сразу скажу, что шансы не особо большие. Потому что Америка заранее распределяет определенное количество вот этих вот иммиграционных виз, которые потом автоматически дают вам грин-карту, под каждый регион. И там под каждую страну, я не знаю, это зависит от населения или нет, но просто, чтобы понимали, для России выделяются 4,5 тысячи виз. То есть вот из всех людей, которые будут участвовать, только 4,5 тысячи людей получат вот эти иммиграционные визы, при въезде по которым в Америку вам в итоге прийдет грин-карта. Для Украины, для Узбекистана тоже, по-моему, где-то 4,5 тысячи этих виз. Для Армении, по-моему, 2 с чем-то тысячи. Ну, в общем, вся эта статистика, она открыта. И я оставлю в описании ссылки на эти статистики Госдепартамента США, чтобы вы сами посмотрели и сравнили все эти цифры. Так вот, шанс выиграть именно у вас зависит от того, от какой страны вы будете подаваться, то есть в какой стране вы родились. И это все уже очень сильно обусловлено тем, как много людей от страны участвует. Потому что, чтобы вы понимали, от России каждый год участвует где-то 220 тысяч человек, а от Украины почти 900 тысяч человек. То есть, понимаете, практически в три раза больше шансов выиграть у тех, кто родился в России, чем у тех, кто родился в Украине. И это, ну, не какие-то политические дела, это просто вот статистика. Просто вот так вот складываются цифры, и от Украины участвует очень много людей. Вообще, если вам интересно почитать подробную статистику с точными цифрами за 2016, 2017, 2018 год, то смотрите мой последний пост в Инстаграме. Я его уже опубликовал, там я подробно расписал все эти статистики, чтобы просто здесь не тратить ваше время и перечислять цифры. Но сразу скажу, что шансы там у граждан практически всех стран от 0,3% до 2 с чем-то процентов. Ну, то есть не такие большие шансы, но все-таки шансы. Поэтому почему бы и не попробовать не поучаствовать, если вы действительно хотите переехать в Америку. Итак, как же, собственно, вы можете поучаствовать в лотерее? На самом деле все не так сложно. Нужно просто зайти вот на этот сайт, про который я уже говорил, и заполнить там анкету на английском языке, введя правильно все поля. Очень важно все ввести правильно, там адреса, уровень образования, все вот эти моменты. Потому что если вы что-то введете неправильно, совершите где-то ошибку, то ваша анкета будет дисквалифицирована. И особенно обидно это будет, если она будет дисквалифицирована уже на этапе прохождения интервью в посольстве, когда вы заплатили кучу консульских сборов, заплатили за медосмотр. И эти деньги, естественно, в случае отказа вам никто не вернет. Еще раз хочу подчеркнуть, что участие в лотерее абсолютно бесплатное. За то, чтобы вашу заявку рассмотрели, платить не нужно. Единственное, за что вы можете заплатить, это за то, чтобы вам кто-то помог заполнить заявку. И это абсолютно нормально. Но здесь важно не попасться на мошенников. Потому что как работают мошенники? Они берут деньги якобы за заполнение анкеты. Или иногда самые такие лютые мошенники, они вообще берут деньги за то, чтобы вы участвовали в этой лотерее, якобы она платная. Это, конечно, полная жесть. Но самое страшное, это когда вы отдаете деньги, а они вам не присылают никаких регистрационных данных, ни саму анкету, которую они заполнили. И таким образом они начинают вас шантажировать, когда если вдруг вы выигрываете, и они хотят с вас снять деньги за то, чтобы вы продолжили этот процесс получения грин-карты. И это, конечно, полная жесть. Поэтому если вдруг вы захотите прибегнуть к помощи таких вот агентств, обязательно спрашивайте, присылают ли они эти данные. Мы, например, в нашем агентстве всегда присылаем и анкеты, и регистрационные данные, и даже присылаем инструкцию, как потом проверить эти данные. То есть мы никогда не шантажируем и не берем деньги за то, чтобы человек продолжил вот этот вот свой иммиграционный путь. Поэтому будьте внимательны. Нам вообще одни клиенты рассказывали, что, по-моему, в Молдавии есть какое-то агентство, которое берет 2000 долларов за заполнение анкеты, а потом в случае выигрыша еще и трясет с людей 5000 долларов за то, чтобы они получили доступ ко всем вот этим регистрационным данным и продолжили этот иммиграционный путь. Это, конечно, полная жесть. Не ведитесь никогда на это, потому что это ничем другим, кроме как мошенничеством, назвать нельзя. А так, друзья, в интернете вы можете найти много очень видеороликов с инструкциями по заполнению анкет. Если вы не хотите тратить свое время на то, чтобы изучать все эти ролики, смотреть, пытаться все это самому сделать. В общем, если вы не хотите этому всему сами обучаться и тратить свое время, то мы можем вам помочь, потому что наш визовый центр, он уже заполнил просто тысячи этих анкет Green Card за прошлые годы. У нас на сайте очень много видеоотзывов от довольных клиентов, потому что мы еще и туристическими визами занимаемся. В общем, я оставлю ссылки в описании. Если вы не хотите тратить свое время, хотите, чтобы вам все заполнили с гарантией от технических ошибок, что у вас не будет там отказа от того, что у вас в анкете какая-то неправильная информация, то можете обращаться к нам. Тем более, у нас еще есть пакет, где вы можете получить помимо заполненной анкеты на Green Card и всех регистрационных данных, так еще и консультацию с визовым экспертом и с экспертом по иммиграции, чтобы вы понимали, какие у вас есть вообще шансы и пути иммиграции помимо лотереи Green Card. Потому что, напоминаю, что лотерея Green Card это в среднем где-то 1% вероятности выигрыша. Также очень рекомендую посмотреть мои предыдущие видео про лотерею Green Card, потому что я снимал даже отдельные видео, где я отвечал на самые популярные вопросы. Я все ссылки оставлю в описании, обязательно посмотрите. Потому что я там собрал такие основные вопросы, моменты, предубеждения, которые есть по поводу Green Card. Например, то, что участие в лотереи, оно снижает ваш шанс на получение туристической визы. Это полный бред, ничем абсолютно не подтвержденный и не верьте всему этому. Ну, в общем, на этом все, друзья. До 5 ноября действует лотерея, поэтому участвуйте, если хотите. А если вы не намерены иммигрировать, то дайте шанс другим. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Обязательно поделитесь всем с друзьями, напишите в комментарии, будете ли вы участвовать в этой лотерее. Может быть, вы уже выигрывали в прошлое и вообще уже приехали сюда. Обязательно напишите, интересно посмотреть вообще статистику среди зрителей моего канала. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся в следующих роликах. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok